Привет! Сегодня день детской книги и я хочу прочитать кусочек одного произведения, который помогает взглянуть, наверное, вспомнить, как ты смотрел на этот мир немножко другими глазами, не забывать, что ты в душе ребенок, где-то он у тебя присутствует, и не быть таким серьезным, наверное, смотреть на этот мир немножко под другим углом, и он будет ярче, интереснее и неожиданнее. Вот эта книжка Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Все вы, наверное, ее читали, я ее тоже в детстве читал, а тут с появлением своих детей неожиданно многую литературу, старую литературу, детские книжки стал перечитывать, совсем другое восприятие, совсем другое. Так прекрасно, так интересно. И разрешите прочитать. Леону Верту. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый мой самый лучший друг. И еще. Он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно, и он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я посвящаю книжку Леону Верту. Когда он был маленьким. Когда мне было шесть лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидел однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея, удав, глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось, «Кудав заглатывает свою жертву целиком, не жуя». После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раз думал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер один. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? «Разве шляпа страшная?» — возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер два. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что шести лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер один и номер два, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбирать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых, я видел их совсем близко, и от этого признаться, я не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер один. Я его сохранил и всегда носил с собой. Я хотел узнать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне, это шляпа. Я уже не говорил с ними ни о будавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольф, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. С днем детской книги, друзья! Оставайтесь с детьми. Улыбайтесь. Все будет хорошо. Все будет так, как вы придумаете. День-день-день-dень-день.